Если вы откроете календарь праздников, то увидите, что 19 октября отмечают не только Всероссийский день лицеев, но еще и день написания письма в будущее. Между прочим, иногда это бывает интересно. Вспомнить, что тебя волновало или о чем ты мечтал 5 или 10 лет назад. А можно, например, дать совет себе будущему. Напиши себе 70-летнему письмо. Старый дурак, не приставай к молоденьким девочкам. Это смешно и отвратительно. Мы тоже решили немножко попутешествовать во времени. А проще всего это сделать с помощью хорошего кино. Итак, сегодня в рубрике «Домашний кинотеатр» мы расскажем вам о трех мелодрамах, в которых главным героям удалось подчинить себе время. «Дом у озера» по праву называют классикой романтического кино. Ведь уже почти 15 лет поклонники этого фильма переживают за его главных героев – врача Кейт Форстер и архитектора Алекса Уайлера. Судьба их связала благодаря дому, в котором каждый из них жил в разное время. Буквально. Ведь начав общаться с помощью писем, Кейт и Алекс понимают, что она живет в 2006 году, а он – в 2004. Мало кто знает, но «Дом у озера» – это ремейк. Оригинальный фильм вышел в 2000 году в Южной Корее и назывался «Домик у моря». Кстати, несмотря на любовь зрителя к «Дому у озера», американские кинокритики приняли его весьма холодно. Они отмечали, что в фильме много несостыковок и нет логики в сюжете. Но какая разница, что там говорят критики, если зрители и сегодня рыдают над этим кино? Ты подождал. Еще одна прекрасная история любви. Фильм «Жена путешественника во времени» вышел на экраны в 2009 году. Он был снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Одри Нифингер. Интересно, но права на экранизацию книги даже еще до ее публикации были выкуплены компании, принадлежавшей Дженнифер Эйнистон и Бреду Питу. Plan B Entertainment совместно с New Line Cinema. Кстати, мало кто знает, но премьеру фильма несколько раз переносили. Как-то даже пришлось устраивать масштабные пересъемки. Случилось это после неудовлетворительных тестовых показов. Однако сразу приступить к работе не удалось. Актер Эрик Бана, исполняющий главную роль, уже снимался на тот момент в «Звездном пути», где его роль требовала отсутствие волос на голове. В итоге съемочной группе «Жены путешественника во времени» пришлось ждать, когда у Эрика вновь отрастут волосы. Как можно заметить, Рэйчел МакАдамс очень любит сниматься в фильмах про путешествия во времени. Правда, в полночь в Париже в прошлое удалось попасть мужу ее героини. Писатель и безнадежный романтик Гилл уверен, что должен жить в 20-х годах прошлого века. И, приехав в Париж, у него получается исполнить свою мечту. Мужчина перемещается в прошлое, где встречается с Хемингуэем Пикассо, супругами Фиджеральдами и Гертрудой Стайн. В итоге Гилл понимает, что совсем не хочет возвращаться в свое время. Режиссер киноленты Вуди Аллен и «Полночь в Париже» стал первым его фильмом, собравшим в мировом прокате более 100 миллионов долларов. К слову, фильм понравился не только зрителям, но и членам Американской киноакадемии, ведь в 2012 году он получил Оскар за лучший оригинальный сценарий. Да, это писатель. Гилл, да? Гилл. Гилл Пентер. Гилл Пентер. Хемингуэй. Хемингуэй? Понравилась моя книга. Понравилась? Я обожаю. Все ваши работы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok